Сегодня у нас будет очень интересная тема, это тема сетевого, тема MLM-фактор 21.01, инструменты вирусного маркетинга, видеомаркетинга. Это одна из подтем именно тех вещей, которые важны в современном сетевом бизнесе. Большинство людей знают две школы. Какие две школы есть в сетевом бизнесе, скажите мне? Кто уже со мной занимался, он сейчас быстренько ответы даст. Какие есть две школы в сетевом бизнесе? Онлайн и офлайн, классика и интернет. Еще, еще. Ну давайте, вы совсем рядом, только так, обучающие нет. Вы ходите рядом, вы очень рядом ходите. Вебинар и семинар. Все, сдаетесь? Ладно, не буду вас томить. Как насчет того, что есть старая школа, а есть новая школа? Согласны? Отлично. Смотрите, мы сегодня по традиции не будем ходить, как говорится, по старой школе. Мы возьмем с вами новую школу, так как все-таки 21 век, век интернет-технологий, интернет-маркетинга. Сегодня развиваем с вами систему видеомаркетинга. Один из важнейших уроков. Перед началом нашего, еще раз попрошу вас всех подготовить, листочки и ручки. Я вам для начала покажу сразу первый, один из примеров того, о чем мы сегодня будем с вами говорить. О видеомаркетинге. Буквально подготавливаем листочки и ручки и смотрим первый пример видеомаркетинга. Чтобы вам всем было понятно, о чем сегодня идет речь. Виталий Солодянкин То, что мне нравится. Кстати, рекомендую прямо сейчас изучить мою стену, заглянуть мои пары, посмотреть записи моих видео и вебинаров на YouTube-канале, так как там очень большое количество полезной и авторской информации лично от меня, которая очень круто тебя прокачает. И у меня к тебе такая просьба. Расскажи, пожалуйста, немного себе. Чем лично ты занимаешься? Какой у тебя бизнес? Ну, или может быть, не бизнес? Какие хобби, увлечения, жизненная позиция, определенные взгляды? Я с большим интересом тебя выслушаю. А с тобой был Виталий Солодянкин. До скорой встречи. Так, первое, с чего мы начинаем, изначально мы уже поняли, о каком вирусном видеомаркетинге говорим. Цели и задачи, какие мы сегодня записываем. Цели и задачи первое. Если нас копируют, то это к лучшему. Что это означает? Так, что сначала, Ольга? Все примеры я могу, так, все примеры я выложу еще раз в чате. И примеры в конце еще тоже в школу выложу. Смотрите, первое. Цели и задачи в интернет-индустрии, если нас копируют, если узнают, это уже хорошо. Ладно, давайте еще раз тогда включу. Хорошо. Приветствую вас. Меня зовут Виталий Солодянкин. Вы отправили мне свой запрос в друзья. Я его, естественно, принял. И мне очень приятно зазнавать, что список моих друзей пополнился на еще одного человека. Кстати, предлагаю нам сразу же перейти на ты, так как это будет более подружески. Немного о себе. Более полутора лет уже занимаюсь интернет-бизнесом в различных направлениях. Также на данный момент занимаюсь продвижением в социальных сетях, съемкой в социальных экспериментах. В общем, делаю только то, что мне нравится. Кстати, рекомендую прямо сейчас изучить мою стену, заглянуть в мой паблик, посмотреть записи моих видео и вебинаров на YouTube-канале, так как там очень большое количество полезной и авторской информации лично от меня, которая очень круто тебя прокачает. И у меня к тебе такая просьба. Расскажи, пожалуйста, немного себе. Чем лично ты занимаешься? Какой у тебя бизнес? Ну, или может быть, не бизнес. Какие хобби, увлечения, жизненная позиция, определенные взгляды? Я с большим интересом тебя выслушаю. А с тобой был Виталий Солодякин. До скорой встречи. Сейчас как? Нормально все прошло? Отлично. Еще раз повторюсь. Уже такое первое понятие в видеомаркетинге, что это такое, мы понимаем. То есть первое, это приветствие о себе, это запись видеороликов разного формата, будь это просто обычное приветствие, будь это обычный вебинар, да, вебинар именно второсортного типа, когда вы записываете в вебинарной комнате через слайды и через свой экран. Об этом мы сегодня с вами будем говорить. Основная задача, чтобы люди начинали нас узнавать уже в самом интернете через YouTube канал, через социальные сети, за счет этого создается наша репутация. Первая, основная цель, это создать свой имидж через вирусный видеомаркетинг. Вторая задача, это экономия нашего времени. Третья, это выделение нас, в первую очередь, как личного бренда. Мы создаем сами себе репутацию. И основная суть еще вирусного видеомаркетинга, это работа 24 часа в сутки. Приведу пример, работая по системе видеомаркетинга, у меня партнер записал видеоролик, где в самом начале он сказал свое имя и фамилию, где он дал очень полезную информацию в первую очередь. Человек на YouTube канале просто уазил, изучал, смотрел, ему понравилась информация о проекте, и он взял, нашел этого человека, кто в первую очередь представился на этом видеоролике, взял и написал ему, сказал, что я хочу с вами работать. То есть основная суть, это система личного брендинга и работа 24 часа в сутки. Готовы? Приготовили листочки ручки? Кому не слышно, можете перезайти, и будет все слышно. Первое. Большинство людей, которые хотят заниматься системой видеомаркетинга, они задают очень частые вопросы, даже проблемы. Сразу находят себе в первую очередь проблемы, такие то, что задают какой-то замечательный вопрос, да, то, что я не знаю, о чем снимать, либо я не знаю, что мне делать. Второе. Это боязнь критики. Задайтесь, пожалуйста, вопросом, вот вы снимаете себе видеоролик, за вами будут наблюдать тысячи человек через ваши социальные страницы, через ваши YouTube-каналы и так далее, тому подобное. Скажите, пожалуйста, боязнь критики, то есть вам страшно будет тот факт, что за вами люди наблюдают, а вы у них на глазах добиваетесь какого-то успеха? То есть вам страшно рекламировать себя и позиционировать себя как лидера, который чего-то добивается? Я думаю, то, что боязнь критики здесь наоборот не нужна. Если есть критика, значит, есть постоянная система, над чем нужно работать. Также боязнь, что будут смотреть большое количество людей. Чем больше людей в первую очередь о вас узнают, тем лучше вам. Сарафанное радио, как никто, еще вообще никто не отменял, и она работает до сих пор лучше всех на рынке. Но за счет сарафанного радио у нас что происходит? Вот смотрите, зайдя на какой-то YouTube-канал, либо просто лазя там в Одноклассников, ВКонтакте, вы лазите по своей социальной странице, видите интересный видеоролик с какой-то ценностью. Себя я покажу попозже немножко. Смотрите, далее делаем, то есть лазите у себя в социальных сетях, смотрите, изучаете. Вам понравился какой-то видеоролик. Вы что сделаете? Вы им поделитесь в первую очередь. Вы им поделитесь, скажете, расскажете о своей системе, что у вас за система, чего и как. Либо вы скажете, ой, Маш, смотри, там видеоролик такой прикольный. Вы создаете систему сарафанного радио. Человек перейдет к этому человеку на страницу и в дальнейшем может остаться у него. Создается еще вопрос. Первая же проблема бывает при создании видеоролика. Это техническая сторона вопроса. Говорят, что вот у меня нету никаких технических средств для того, чтобы мне записать какой-то видеоролик. Но если у вас нету обычного телефона с камерой, либо даже с обычной селфи-палки, к примеру, ну да, тогда тяжело. В основном видеоролики, они записываются на телефоны, то есть я сейчас очень часто продикую мобильную связь. Очень много можно увидеть моих видеороликов в системе Перископа. Кто не подписан, может подписываться. Также для работы более удобной можете купить небольшой микрофон для себя. Это для подавления шума. То есть говорить с технической стороны то, что мне трудно записывать видеоролик. Но и здесь тоже с технической стороны ничего не трудно. Максимум, сколько можно потратить, это селфи-палка 200 рублей и микрофон 160 рублей. А телефон в современном мире, он у всех есть. Ну, либо даже обычный фотоаппарат, который сейчас снимает на камеру очень хорошо. И говорить о том, чтобы записывать видеоролики, нужно профессиональное качество. SM, нижнее подчеркивание, live. Либо SM, нижнее подчеркивание, омега live. Далее. Когда мы используем систему работы видеомаркетинга, мы используем все под рукой, все, что есть. То есть, что это означает? Это означает то, что мы можем снимать видеоролики на улице, мы можем снимать именно видеоролики на тематику какого-то социального опроса. О чем мы будем дальше и говорить с вами. Видео о продукте можем снимать. Скажите, кто из вас вообще снимал какое-то видео о вашем продукте? То, что вы пользуетесь какой-то системой продукта, вам он нравится, вы даете на него рекомендацию. То есть, качество, преимущество, какую пользу дает этот продукт. И скажите, пожалуйста, вы просили, раз в жизни вы просили отзывы от довольных клиентов, правильно? А вам люди когда-нибудь записывали видеообращение, видеоотзывы вашего курса, к примеру, либо видеоотзыв, видеоотзыв именно вашей рекомендации. Также можете себе записать сразу только голосовое, да? Голосовое тоже изначально подходит с голосовым видеоотзывом, с голосовым отзывом работает проще. Вы просто накладываете голосовую запись на картинку, приятную картинку, но при этом вы на картинке говорите о том, что это видеоотзыв от моего хорошего клиента, важно сказать, от какого клиента, потому что клиентов, знаете, может быть много. И при записи какого-либо видеоролика важно в первую очередь быть искренним, потому что когда мы записываем какой-то видеоролик, у нас не бывает вторых дублей, не бывает вторых кадров и так далее. Да, вы можете, если профессионально готовитесь к этому, вы можете записать видеоролик с 20-го раза, с 30-го раза. Лучше всего записывать его сразу с первого раза и знать на полной импровизации. То есть просто включили видеоролик и рассказывайте все, что о нем знаете. Вы знаете о вашем продукте. То есть мы сейчас разберем систему записи видеоролика. Как это вообще мы записываем и как это сейчас очень хорошо работает. То есть система записи видеоролика, она работает через, первое, что? Через продукт. То есть изначально мы когда записываем вирусный видеоролик, я объясню, почему он вирусный является. Мы рекламируем в первую очередь продукт. Продукт мы должны рекламировать, которым мы в первую очередь пользуемся. Не просто нам вот дали, сказали, Маш, на тебе продукт, возьми его, прорекламируй. Нет, мы должны получить собственный эффект, потому что на самом видеоролике нужно для себя записать одну из важных истин, то, что ваша мимика, она не умеет обманывать ваши глаза, они сразу будут бегать, если вы где-то солгали, либо что-то не так сказали. То есть это очень легко, понятно. То есть что мы делаем? Мы берем продукт, которым мы пользуемся, записываем его, и любому клиенту, либо любой подруге, либо любому другу мы даем этот видеоролик на что? На рекомендацию. Сказать, к примеру, Маш, посмотри, я записал тут недавно именно свой такой небольшой видеоотзыв по продукции, которую я приобрела там-то, там-то, там-то. Можешь посмотреть и оценить. Маша посмотрела этот видеоролик, сказал, слушай, классно записано, реально прикольно. А скажи, а что это за продукт? Где ты его купил? Что, правда, что ли, такой хороший? И что происходит? То есть за счет этого небольшого видеоролика к вам у вас появляется сразу первый заинтересованный клиент, который вам приносит что? В первую очередь он приносит вам процент денежного оборота и товарооборота. Далее, что происходит? У вас появляется первый заинтересованный хороший клиент, который приведет за собой еще одного клиента. То есть это называется системой вирусного маркетинга через сарафанное радио. То есть, к примеру, Катя увидела у Маши на странице какой-то видеоролик, посмотрела его, ее заинтересовало. Она говорит, что Маша, правда, что ли, такой хороший аромат, либо такой хороший шампунь? Все, вы начинаете рассказывать. Первый клиент появился, потом идет второй, третий, четвертый, пятый, десятый. С этим все понятно по системе записывания видеоролика. То есть изначально все идет через продукт, не через маркетинг, не через денег, именно в первую очередь через продукцию. По системе маркетинга. Если мы решили строить бизнес уже, такая система, она работает уже для людей, которые тщательно решили построить бизнес и решили разобраться в самой системе. Какие видеоролики у вас должны быть в обязательном порядке? Первое. Это презентации для сетевиков. Что для сетевиков важно? Должны быть отдельные видеоролики по маркетингу, это система выплат, отдельно бонусные системы, система обучения. Система обучения должна быть не та система обучения, которая от компании идет, а именно система обучения, которую можете дать вы. И отдельно приветственное видео именно вашей команды. Так как в сетевой индустрии у всех лидеров есть свои команды. У каждого лидера и у каждой команды должно быть собственное приветственное видео, по которому они работают и изначально приезжают людей к себе. То есть люди идут на обложку, люди идут изначально на красивую открытку. На деньги сейчас людей уже как-то трудно чем-то удивить, особенно когда ты говоришь, что здесь можно зарабатывать 100, 200, 300 тысяч и так далее. В первую очередь человек это может испугать, а во вторую очередь человек, он идет сначала куда? На общество. Далее, что мы делаем в обязательном порядке? Мы записываем любое видео о компании в целом. Что за компания? Чем занимается? Какую индустрию она представляет? Также записываем видеоролик «Приветствую». Видеоролик «Почему добавил я вас, друзья?» Пример мы видели в самом начале. «Поздравление с днем рождения», «Приглашение в свою группу», «Приглашение на вебинар» либо куда-то еще. И ответ на спам. Я думаю, что часто люди, которые работают в социальных сетях, они получают такие неприятные вещи, как спам. Получали? Лично я за сегодня около 10 таких получил. Да, отлично. При записи определенных видеороликов такого формата, в первую очередь, вам будет проще работать. Это экономия вашего времени. Объясняю почему. Поставьте, пожалуйста, плюсики сейчас все те, кто пользуется смартфонами. Плюсы, плюсы, плюсы. А теперь скажите, у всех в смартфонах есть, наверное, те социальные сети, которыми вы пользуетесь, правильно? А теперь сейчас задам один вопрос, и вы сами на него сейчас же быстренько ответите. Что будет очень быстро и экономно, когда вам человек пишет, либо задает какой-то вопрос по работе? Что вам будет проще? Быстренько скинуть видеопрезентацию, видеоприветствие, либо видеоурок? Или же вам будет проще сидеть и писать? Видос. Видео, видео, видео. Заготовки. Частое использование заготовок, именно даже в письменном варианте, они отправляются в систему спама. Так как у любой социальной сети есть такая система, как антибот, которая следит за часто использованием слова, за часто использованным текстом, который всегда используется вообще в любой формате. Если вы, к примеру, работаете по заготовкам, вы работаете, показали шаблоны своим партнерам, эти же партнеры работают по этим же заготовкам, то часто бывает, что вы вроде бы и отвечаете человеку этой заготовки, а она не доходит, потому что она уже находит в системе антибота. Еще немножко, и просто ваша страница уходит в блокировку. Такое часто, я знаю, что в одноклассниках происходит. Да, неохота бывает читать длинные заготовки. Человек вам дает такую километровую вещь, но давайте посмотрим еще с логической точки зрения. Когда вы открываете человеку небольшой видеоролик, если он потом вам пишет, человек то, что «ну, ты мне не ответил» или что там еще, задает вам какой-то вопрос, который, по сути, он мог получить в этом видеоролике, вы уже понимаете, что если человек изначально не захотел посмотреть видеоролик, задайте себе вопрос, вам нужен такой партнер или нет. Я не думаю, что вам нужен партнер-лентяй, которому трудно даже максимум трехминутный видеоролик посмотреть, где есть все ответы на вопросы. А если кидать уже какую-то заготовку, она тоже очень хорошо чувствуется с заготовками, потому что уже отработанный вариант. Многие сетевые компании с заготовками пользуются, и когда мне уже что-то пишут, я уже чуть не могу, точнее, уже могу наугад сказать сразу, какая это сетевая компания. Идем дальше. Прикладные видео, которые нам нужны вообще в работе. Одноразовая подписка. Что это такое? Одноразовая подписка – это когда вы, к примеру, рекламируете свой YouTube-канал, либо рекламируете свою группу, которую вы только создали. Что вы делаете? Если вы, например, создаете какой-то у себя конкурс. Вы создаете у себя конкурс. Если берем, например, по компании Essence, то создаем конкурс, то, чтобы приобрести два флакона и один получив подарок. Вы это красиво оформляете в видеоотзыве. И уже в этом видеообращении вы говорите, для того, чтобы принять участие в конкурсе, подпишись на мою группу, либо подпишись на мой YouTube-канал, оставь в комментарии свое число для записи, и у нас победитель будет выбран путем сайта такого-то, такого-то, путем выбора рандомным числом. То есть, по сути, у вас в видеоуроке уже будет что? Одноразовая подписка, вы принуждаете человека к действиям. То есть, если ты хочешь участвовать в акции, в конкурсе и так далее, подпишись на мою группу. Либо сделай какое-то определенное действие. Обработка любого возражения. Часто бывают такие моменты, что люди вам пишут какое-то одно самое любимое возражение. У меня нет денег, либо а почему у меня это получится? То есть, вы сами в первую очередь для себя должны выбрать систему вашего любимого возражения, которое чаще всего именно вам попадается. Вы делаете запись на это видео возражений, и когда человек тебе сразу пишет то, что а у меня нет денег, сейчас, дорогой, мы отправляем ему видео, где уже четко, ему пошагово вы объясняете именно вот это возражение. То, что если я тебе, например, предложу купить квартиру за 1000 рублей, ты за сколько найдешь по времени вот эти 3000 рублей? То есть, вы отрабатываете это возражение. Старая методика, но поверьте, если человек посмотрел видео, значит, он не настолько еще ленивый, раз он может посмотреть это в виде. То есть, вы должны любое возражение отрабатывать так, чтобы человек всегда задумывался. Потому что, когда в первую очередь вы делаете какое-то бизнес-предложение человеку, у него создается система обратной реакции, то, что лучше не надо, лучше в это не соваться, лучше этого не делать. Но то, как вы будете отрабатывать эти возражения, будет зависеть результат вашей работы. Если человек отказался по какой-то, можно сказать, глупой причине, то значит, вы плохо отработали возражение, либо вы где-то не смогли доработать возражение. Видео о себе. Видео о себе – это один из немаловажных факторов. Как это делается? Вы записываете видеоролик о себе, кто вы такой, чем вы занимаетесь, какие у вас увлечения, какие у вас вообще планы на жизнь и так далее. И вы это выкладываете у себя, прикрепляете в первые видеозаписи сразу. То есть, на стене, что человек, когда заходит, он видит что? Он видит первое. Видит вашу аватарку, видит ваш именно статус рабочий. И если у вас нет ленты фотографии, то он сразу видит, что первая запись у вас на стене. Это я взял для примера. социальную страницу ВКонтакте. Вот в Одноклассниках я не работаю, поэтому не могу вам сказать точно, как там происходит. То есть, видео о себе, оно в обязательном формате должно быть, как мы раньше также и говорили, то, что видео о команде, отзывы о работе лично с вами в видеоформате тоже могут быть. Где также вам помогут такие видеоролики, именно подача ценного материала, где найти деньги на бизнес. Либо вы можете просто поделиться своим видением, своим форматом развития региона, преимущества работы именно с вами. Либо что потеряет человек, если вообще не начнет бизнес именно с вами. То есть, раз мы создаем систему личностного бренда, мы изначально ставим акцент на то, что почему именно вы, чем вы уникальны, чем вы так хороши. С этим все понятно? Жизненные темы вирусного маркетинга. Один из таких немаловажных и интересных тем, когда вы записываете какой-либо видео урок, вы в первую очередь что делаете? Вы делитесь своей историей, делитесь своим опытом. То, как вы начинали, то, через какие трудности вы прошли. Это, знаете, это как небольшая история успеха, которую лидеры, в частности, всегда рассказывают на сценах мероприятий компаний. То есть, бывают такие моменты, то, что одна из моих историй, которые я всегда на сцене рассказывал, это что было со мной. То есть, когда я, например, приехал в Москву, мне никто не говорил, что Вася, иди сразу в сетевой бизнес. Я думаю, что любой из вас, кто вообще попал изначально в сетевой бизнес, я не думаю, что ему родственники сразу сказали, что там Ренат, Елена, либо Лен, что ты работаешь у себя на работе, иди в сетевой. То есть, как ты получишь там диплом, либо увольняйся с работы, иди в сетевой, там хорошо, то вы должны рассказывать какую-то свою историю, делиться опытом, делиться своими даже неудачами. Бывают моменты, то, что люди вроде бы сначала начинают смеяться, типа, а, у нее же тоже неудачи были. Но при этом вы в этой истории рассказываете, как вы с этой неудачей справились, как вы с ней проработали, и то, что в итоге, в конце видео, у вас оказывается все хорошо. Это система NLP-приема, обозначается, и она работает очень тоже сильно, потому что человек вроде бы настроился такой, ага, у него, блин, все же плохо. Не, 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 надо досмотреть, надо дослушать. Там же, ну, наверное, капец какой-то полный. Ну, все. А тут, бац, получается, у вас все хорошо, вы выбрались из каких-то передряг, если они у вас были, и вы сейчас успешный сетевик, который развивается в такой-то компании, и у него все хорошо. Далее очень важно всегда делиться вашими взглядами, убеждениями, позициями. И один из самых любимых моих вещей – это обзоры чего-либо. Если вы работаете в какой-то продуктовой компании, то делайте именно обзоры продукции. То есть не нужно бояться делать обзоры продукции разных сетевых компаний. То есть взяли один, например, аромат, и взяли такой же аромат, например, в вашей компании, и делайте видеообзор. В первую очередь мы не должны забывать, потому что обзор должен быть все-таки объективный честный, потому что мы понимаем, что на видеоролике, если мы начинаем играть, это все будет чувствоваться, это все понимается очень хорошо. Но видеообзоры, они работают очень сильно с той стороны, то что вы показываете себя как объективных экспертов в какой-либо области. С этой темой все понятно? Отлично. И основная система, основная система – это трафик. То есть мы не должны забывать то, что основная система любого видеоконтента, она работает через трафик, через систему работы нагона потенциальных наших клиентов. Ведь даже любой человек, который создает себе социальную страницу, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и так далее, изначально вы создаете себе страницу, она у вас пустая, она у вас без друзей. Что вам нужно делать? Этот трафик вам нужно создавать. То есть что? Это добавлять людей в друзья, постепенно себе делать лайки на страницу, именно по новостной ленте они работают лучше всего. И основная система такая же, к трафику обязательно. Просто себе запишите и поставьте, наверное, миллион восклицательных знаков, это у вас должна быть живая страница. То есть должна быть очень хорошая сделанная фотография, ваша стенка должна быть интересной, читабельной. И информация о вас должна быть более подробной, написанной. То есть не нужно писать то, что вы интересуетесь, к примеру, только сетевым маркетингом и так далее. То есть в любой социальной сети есть графа интереса. Напишите поподробнее об этом. Ну что, когда вы, например, добавляете людей, часто бывает то, что вам люди пишут, по какому вопросу, либо для чего, либо зачем вы мне пишете. Вместо того, чтобы сразу делать какое-либо предложение о работе в социальной сети, напишите ему просто то, что привет, можете назвать его по имени, не нужно бояться о том, то, что сразу переходить на ты. То, что я добавляю людей в друзья для того, чтобы просто с ним познакомиться. Найти общие интересы, в первую очередь. Так как все же социальные страницы, они созданы для того, чтобы объединять людей. Ты со мной согласен? То есть мы должны в конце нашего небольшого, можно сказать, ответного сообщения задать вопрос, чтобы человек дал нам обратную связь. Когда человек нам дает обратную связь, мы с ним общаемся уже в теплой форме. Мы в первый же день не должны ему сразу предлагать какую-то систему продуктов. Мы должны выявить, что потребность. То есть мы изначально выявляем потребность, если он говорит, что вот я занимаюсь, например, катаюсь на сноуборде, либо я занимаюсь бизнесом. Если у вас есть видеоролик о системе ценности, которой вы делитесь, вы уже в ней являетесь экспертом, можете здесь спокойненько сказать, что знаешь, Дим, смотри, я тут недавно записал видеоролик о том, как я делюсь своим взглядом на сетевой бизнес 21 века. Можешь посмотреть и дать свою рекомендацию, что ты вообще об этом думаешь. То есть мы вроде бы просто делимся с ним информацией, он изучает, он уже понимает, что вы являетесь, например, сетевиком, либо человеком, который тоже интересуется бизнесом. Но при этом вы должны постоянно к себе поддерживать лояльное отношение, чтобы человек не шугался вас, не боялся. И в любом случае нужно всегда поддерживать дружеские отношения. То есть даже если он потом вам сказал то, что знаешь, Миш, ну, честно, мне вот сетевой бизнес, но это вообще не мое. Я говорю, хорошо, как бы без проблем вообще. Я предлагаю оставаться просто друзьями. То есть мы человеку всегда должны предлагать оставаться друзьями, поздравляем с днем рождения, делаем также лайки. За счет вот такого шоу-трафика даже и обычных там поздравлений с днем рождения и обычного общения, которое мы дальше продолжаем с этим человеком, мы проявляем интерес в первую очередь к своей персоне. И рано или поздно человек, он возвращается. То есть он сегодня, нужно запомнить главную истину, он сегодня может вам сказать нет, а через месяц он скажет, слушай, я за тобой понаблюдал, посмотрел и вижу, что у тебя все хорошо. Можешь рассказать поподробнее, что же нужно все-таки делать? И когда он, в частности, говорит вам такую фразу, либо подобного плана, такую фразу, то здесь уже лично мой совет, это голосом приглашать его разговаривать, либо дать ему видеоролик, если у вас уже он записан, о том, что вообще такое сетевой, чем вы занимаетесь. Ну, лично, как я делаю, я часто приглашаю людей сразу в скайп, потому что бывают моменты, проще в скайпе сразу с человеком пообщаться, дать ему сразу ответы на все вопросы, чем он получит их попозже. То есть, вирусный маркетинг, он работает в автономном режиме, но если вы в данный момент сидите за компьютером, и человек вам говорит, расскажи о работе и так далее, вы здесь также должны смотреть, во-первых, какие у вас отношения с человеком, если у вас какие-то теплые отношения, уже хорошие, бывают моменты, когда можно видеоролик, ему просто дать посмотреть, либо если он занят. Вот в данную минуту он как бы занят. Вы можете просто дать ему видеоролик посмотреть, информацию, либо сказать, слушай, если у тебя есть время, давай с тобой созвонимся там по скайпу, вайберу или ватсапу, и пообщаемся голосом. Если у тебя времени нету, я тебе могу прислать видеоролик, где я подробно описал систему работы. Друзья мои, скажите, у вас вопросы по системе инструментов вирусного видеомаркетинга есть? Все понятно вроде. Задавали вопрос, что такое перископ. Перископ – это социальная сеть видеотрансляции. То есть, вроде бы у меня связь хорошо показывает. Смотрите, что такое перископ. Это обычная социальная сеть, где вы сразу прямую можете сделать какую-то прямую трансляцию. Если на ютубе вы можете также провести какой-то вебинар в прямом эфире, ну, на ютубе будет подтормаживать. А перископ – это уже международная такая социальная сеть, где более, если не ошибаюсь, 200 миллионов человек это точно есть. СМ – нижнее подчеркивание – live. Сейчас напишем. Вчера было так там написано. Сегодня надо посмотреть, если ничего там не меняли. Меня на ютубе на каждом аккаунте Google блокирует ютуб. По какой причине? Смотрите, бывают моменты на ютубе, если вы пытаетесь загрузить какой-то видеоролик, ютуб блокирует этот видеоролик лишь по одной простой причине, если там присутствует какая-то авторская запись, авторская песня, музыка. Бывают моменты, я с этим тоже часто сталкивался, то есть загружаю на ютуб-канал какую-то школу, либо какой-то обзор, у меня присутствует, например, там какой-то хит знаменитый, именно даже мелодия, которая там где-то на заднем фоне играет, меня ютуб берет и блокирует. Ставит запрет по сетьми авторскому. Нарушение авторского права. Лично я сейчас вместо ютуба загружаю на вимейл. Продолжение следует... Продолжение следует...